Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei урок номер 102. В этом уроке я покажу вам бесплатный модуль, который позволит вам сделать три вариации различного вида отображения контента. Вот эти круглые диаграммы, счетчики и прогресс-бары, вот эти полоски. При заходе на сайт вы видите, какая происходит анимация. Длина полосок зависит от процентности, которую вы зададите в настройках. Сейчас мы с вами подробно разберем данный модуль. То есть в одном модуле мы можем разместить три варианта отображения контента. Соответственно, все настраивается. Цвета, размер, диаграммы и неограниченные возможности данного модуля. И модуль адаптивный, то есть он адаптивный под мобильное устройство, хорошо смотрится. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Данный модуль вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Заходим в админку нашего сайта, просто перетаскиваю сюда модуль, то есть это у нас путь расширения, менеджер расширения, установить. Дальше выбираем файл пакета с нашего компьютера или перетаскиваем мышкой, как сейчас сделал я. Загрузить и установить. Кликаем. У нас успешно модуль установился. Переходим в расширение менеджера модулей. Здесь у меня отсортировано как опубликованные. Я выберу неопубликованные. Кликну по ID. Кликну еще раз, чтобы отсортировать. И вот он наш модуль, появляется наверху. Заходим внутрь. Заголовок я скрою. Опубликованно. На своем шаблоне я выбираю позицию баннер. Отображаю. Только на указанных страницах. Кликаю нет и выбираю главный. Отображать только на главный. И у нас небольшие настройки. Здесь вот три кнопки. Это три варианта отображения вашего контента. То есть если я кликаю по первой кнопочке, это у нас будет прогресс бар. Чтобы он у нас здесь появился, мы кликаем на зеленую кнопочку ниже. Add an F scale. Кликаем, появляются два поля. Первое поле заполнять не обязательно. Кликаю по второму полю и тут же у нас здесь, прямо в режиме редактирования, в админке, мы видим, как она выглядит по умолчанию, наша первая полоска прогресс бара. В нижнем поле я задаю проценты. То есть я просто ставлю 40. Процентный знак ставить не обязательно. Чтобы задействовалась полоска, мы кликаем в любом месте мышкой или в первом поле. И сразу вы видите, анимация происходит на 40%. В самой полоске в конце указан процент. Вначале мы можем написать какой-то текст. Чтобы текст появился также здесь, кликаем где-то в пустом месте мышкой. И вы видите, появляется текст. Правда я неправильно написал. Хотел написать первый. Это у нас одна полоска. У нас также появляется под полоской вот такой вот блочок. Если мы кликнем на кнопку, нас перебросит на сервис Adobe. Adobe Color это подбор цветовой палитры. Ну если вам нужно, можете оттуда перейти. Если вы хотите задать цвета какие-то, ну как бы выбранные из палитры Adobe Color, и задать для нашего прогресс бара. Кстати, как задается цвет у нас у прогресс бара. Мы кликаем просто по прогресс бару мышкой. Вот по этому первому фрагменту, да. И у нас вот здесь выше появляется вот такой элемент с цветом. Кликаем по нему, и вот здесь появляется палитра. Справа от него мы здесь выбираем какой-то цвет. Когда выбрали цвет, также мышкой в пустом месте кликаем. И вы видите, наш бар покрасился таким цветом, который я выбрал. Еще нужен прогресс бар. Нажимаем Add an F Skills. То же самое. Здесь я, например, делаю проценты. И вы видите, добавилась полоска сверху. И так, в принципе, неограниченное количество можно сделать. Также задать цвет. То есть если вы сейчас кликните вот так вот по квадратику цвета, она тоже станет синий. Нужно кликнуть именно вот, где у нас отображается код цвета. Тогда появится фрагмент выбора цвета, палитра. И у нас вот цвета вы видите разные. Давайте на этом уровне нажмем сохранить и посмотрим на сайте. Обновляю сайт. Вот наши полоски и происходит анимация. Да, конечно, здесь не хватает настроек самой анимации. То есть варианта анимации. И с какой скоростью быть анимацией. И задержка анимации. Конечно же, это было бы идеально. Если бы эти опции были. Но модуль бесплатный, в принципе, он подойдет для большинства ситуаций. Для отображения каких-то графиков, ну, я называю отображение вашего контента. Далее, если мы кликнем сразу на кнопку вторую, вы видите, здесь также сразу видно, показываются анимированные бегущие цифры. Настройка здесь такая же аналогичная, как и прогресс бар. То есть до какой цифры будет бежать, вы выбираете во втором поле. То есть мы в первом сделали два варианта прогресс бара. У нас также тут два варианта цифр отображается. Если нужно удалить прогресс бар, например, какую-то полоску или же удалить какую-то цифру, вы под настройками полей данного элемента, есть кнопочка Remove Skills. То есть это удалить элемент. Кликайте, и элемент удаляется. То есть вот первый у нас, 78%, это первая полоска, под ней кнопка Remove Skills. Значит удалится она. И также есть круговые диаграммы. Для них почему-то есть еще отдельные настройки. Толщина линии, цвет линии там и заливка фона. Сейчас мы с вами это посмотрим. Сразу в одном модуле мы не можем задать все три варианта, предложенные разработчиком. То есть если я кликаю Skills, сохраняюсь, то отображается именно прогресс бар. Если кликаю по второй кнопке и сохранюсь, то будут отображаться анимированные цифры. Поэтому мы оставляем счетчик как есть, нажимаем сохранить, закрыть. Убедимся в том, что он у нас действительно есть. И вы таких модулей можете создать сколько угодно, просто отдельно, в ту же позицию модуля, если вам нужно подряд отобразить три графика. То есть мы с вами что делаем? Нажимаем в разделе модулей создать. Ищем наш модуль. Вот он, я его нашел. Кликаем. То есть мы можем создать неограниченное количество одинаковых модулей с разными вариантами настроек. Сразу опубликуем. Позиция. Баннер. Скрыть. Не забываем выставить привязку к страницам. Выбираю вторую кнопку. Нажимаю Add NF Skills. Выбираю, например, 60. В первом поле пишу демо. Если нужно какой-то текст отобразить. Текст отображается ниже цифр. Размер цвета текста, к сожалению, у нас здесь также не меняется. Добавляем еще один вариант. Нажимаю. Пишу, точнее, демо 2. И до 77 пускай бежит. Вот два варианта. Нажимаю сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Вот, пожалуйста. И цифры у нас внизу отображаются. И прогресс бар. Также вы можете прямо отсюда, чтобы сократить время, нажать сохранить копию. У нас здесь показано в заголовке, что это копия 2. Я переименовываю как 3. Опубликуем. Позиции модуля у нас уже заданы. И вот эти все настройки, которые вы задавали в предыдущем модуле, они все дублируются. Это чтобы ускорить наш процесс создания отображения графиков. Я выбираю третий вариант. Здесь все то же самое у первого варианта. Также кликайте по диаграмме. Если нужно, сменить цвет. Кликаем по второй диаграмме. Также меняем цвет. Дальше также по кнопке Add on F Skills добавляются новые диаграммы, если нужно. И давайте посмотрим дополнительные настройки к этому виду контента. Мы переходим на последнюю вкладку. Если по каким-то причинам у вас не будет работать анимация, это может случиться, если на сайте очень много всего установлено, разных компонентов, плагинов, модулей, то попробуйте отключить вот эту первую кнопку Load jQuery. То есть у нас подключение jQuery. Отключаем, возможно, это сработает и будет работать. Помолчаем, у нас включена, мы ее оставляем. Дальше опция. Вот это у нас диаметр, это толщина и размер нашего круга. Диаметр, в принципе, достаточно большой у нас круг. Можем оставить как есть. Толщину можем сделать побольше. 15. Давайте сразу сохранимся. Обновим сайт. Вот вы видите, толщина круга стала толще. Размер шрифта также можно сделать больше. Поставлю 60. Цвет самого шрифта давайте сделаем другой. И можно сделать заливку круга. Цвет выбирается здесь же. Ниже опции у нас идут стандартные опции всех модулей. То есть мы тут ничего не трогаем, не рассматриваем. Нажимаем сохранить. Посмотрим изменения. Вот вы видите, заливка желтым произвелась. Размер цифр. Цвет цифр изменился. И вот здесь, конечно, желтый цвет полоски у меня не подходит к заливке, потому что ее не видно. Мы можем с легкостью изменить цвет на какой-то темный. И у нас с вами все применяется. Вот таким вот образом. На этом здесь все. Надеюсь, для вас урок был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, не важно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.